Друзья, проблема, с которой столкнулись тысячи жителей Латвии, имеющих гражданство России, никуда не делась. И мы продолжаем помогать людям в этой сложной ситуации. Да, у нас не было времени записывать агитационные ролики по этой теме, так как целиком и полностью мы были погружены в работу. Сегодня, наверное, настал тот момент, когда можно немного рассказать о том, что и как делал Русский Союз Латвии. Русский Союз Латвии – это политическая партия, которая уделяет огромное внимание именно правозащитной деятельности. И, конечно же, в связи с этим, в первую очередь, люди стали обращаться к нам за помощью. Хочу отметить, что еще до принятия этих поправок, через нашего евродепутата, на тот момент действующего евродепутата Татьяну Аркадьевну Жданок, мы обращались в различные международные инстанции. Но поправки были приняты, и необходимо было действовать, и действовать как можно быстрее. И в больших городах Латвии, Лепая, Даугавпиус и, конечно же, Рига, были организованы консультации для граждан России. Хочу отметить, что, например, только через, казалось бы, небольшой городок Елгова, через нашего депутата местной думы Андрея Погора прошло около полутора тысячи граждан России. Здесь, в Лепой, было огромное количество людей, и даже были такие курьезные случаи, когда офис наш находится на пятом этаже, когда лифт не выдерживал напряжения. И, конечно же, самое активное участие в этой работе принимала Лепойская русская община, членом правления которой я являюсь. Только через одну Тамару Голубеву, нашего отважного волонтера, прошли сотни людей. А в Риге, где количество российских граждан еще больше, наши соратники по партии буквально ночевали в офисе и круглосуточно оказывали эти консультации. Если говорить о количестве людей, которые попали под эти репрессии, иначе я назвать это не могу, то это десятки тысяч. И, как мы видим, власть не останавливается. Уже этим летом 2024 года были приняты дополнительные изменения в миграционном законе, чтобы расширить круг лиц, на которых распространяются эти поправки. Так, еще пять тысяч российских граждан вынуждены подавать сейчас документы, чтобы остаться здесь легально проживать. Сейчас, через буквально полтора года, истекают сроки у тех, кто подал на два года на временный вид на жительство. Таким образом, это какая-то бесконечная карусель. И чем это закончится, не совсем понятно, потому что, как мне известно, что уже около 60 или даже больше, это на август 2024 года, выдано было предписание на то, что люди должны покинуть Латвию. Лично мне известно о нескольких случаях, когда люди были насильно выдворены. Приехали пограничники и увезли человека в неизвестном направлении. На кого эти поправки распространяются, в той или иной мере, все равно знали государственный язык. Потому что большинство из них много-много лет проработали здесь, в Латвии. А кто-то вообще родился и просто взял гражданство России по своим каким-то личным соображениям. Поэтому, на мой взгляд, это исключительно политическое решение, призванное раскачать эту национальную лодку перед очередными выборами. И попытка заработать себе какие-то политические очки. Еще политические очки себе зарабатывали не только так называемые партии власти, но и оппозиция. Некоторые политические силы очень много говорили о том, что они решат этот вопрос. И люди надеялись на них, надеялись на суды, надеялись на то, что кто-то всеми там что-то докажет или сделает. Но результат был такой, что, когда уже к человеку стучался в дверь пограничник, он вынужден был бежать к нам, и мы решали эти проблемы. И во многих случаях удалось, конечно же, все это сделать, но были и такие, которые реально опоздали с подачей документов, и были абсолютно печальные последствия. Поэтому надо понимать, что в первую очередь людям необходимо попытаться выполнить те условия, в которые их сейчас ставит власть. И, конечно, это несправедливо, и это неправильно, наш взгляд. Но затягивать с подачей документов не стоит. Первые самые документы мной были оформлены и поданы вместе с гражданином России в декабре 2022 года. И уже тогда стало понятно, что сама миграционная служба буквально не успевает за теми нововведениями, которые постоянно происходят, так как анкеты и документы мы заполняли буквально на коленке. И вообще на протяжении всего этого времени нам регулярно приходилось связываться с различными службами, социальной службой, с миграционной, чтобы вообще прояснить ситуацию по многим вопросам. И даже не всегда они могли правильно ответить вовремя, потому что просто тоже сами не успевали. Так как поправки Сейм, можно сказать, печет, как горячие пирожки. А если говорить о том, какие истории мы видели и слышали за это время, то, конечно, это очень тяжело вспоминать, потому что сложно, когда ты смотришь в глаза стариков и видишь эту боль, непонимание и просто отчаяние. Ведь люди не понимают, почему они должны по новой оформлять какие-то документы. Они жили здесь легально, в этой стране. Они здесь много лет работали, родили детей. И некоторые даже родились здесь и взяли гражданство России по каким-то личным мотивам. Поэтому истории было действительно очень много и очень страшных. Нам известно, вот лично мне известно о нескольких случаях в нашем городе родном, когда человек просто не выдержал, не выдержало сердце. Женщина покончила жизнь самоубийством. Были случаи, когда человеку просто в процессе подачи документов отключали пенсию, переставали оказывать какие-то медицинские услуги. Буквально несколько дней назад к нам обратилась Липа Ичанка, гражданка России. С октября месяца она сидит без пенсии. Почти полгода человек остался без средств к существованию. И все это возникло из-за того, что между службами нет нормальной коммуникации. Сейчас мы связались с социальной службой, с миграционной. И буквально за несколько дней решили ее вопрос. Сегодня она уже получила пенсию, а также ей доступны медицинские услуги. Для нее это очень важно, так как у нее сахарный диабет и ей необходим инсулин. Если у вас возникли какие-то такие же проблемы, у вас или у ваших родственников, и вы не получаете пенсию, обращайтесь лично ко мне или в Липа Ильбайскую и Русскую общину. Мы обязательно вам поможем. Также всю эту работу осложняло то, что действительно не было, скажем так, понимания, что завтра придумают и что вообще от людей требуется. Часто при оформлении документов, когда мы делаем временный вид на жительство, мы делаем так называемый вызов. И люди искренне не понимают, откуда меня приглашают, если я здесь родился и живу всю жизнь. Число людей, которые подвергнуты будут репрессиям, оно будет только расти. И очень страшно, что фантазия у нашей власти не заканчивается. И что они придумают дальше, мы можем только догадываться. Но в любом случае, русский союз Латвии не бросит этих людей и продолжит защищать право на нормальную и спокойную жизнь там, где их дом, родные и близкие. И там, где, несмотря на попытки государственных крючкотворов, их родина. Редактор субтитров А.Семкин